Привет, мальчики и девочки! Меня зовут Василий Захаров, как всегда на канале Един ТВ. Готовим вместе с вами всякие разные коктейльчики. За кадром мне сегодня помогает Евграф и Наталья. И сегодня мы готовим коктейль, который называется Кир, или также его называют еще Кир-Рояль. Даже никто и по большей части не знает, что на самом деле они делают, когда Кир-Рояль, они не делают Кир-Рояль. То, что все делают с чем? С игристым. Ну, в смысле, на шампанском там, типа, на игристом вине. А на самом деле Кир делается на сухом белом вине. Потом уже придумали делать на, типа, на игристом. Это называется Кир Петеланд, французского искрячейся или что-то типа такого. А изначально на белом вине. И была история у этого коктейля. Был такой мужик, которого звали Феликс, ну, и, собственно, Кир по фамилии его. Во Франции, где-то в Бургундии, он жил в городке Дижон, 40-е годы, война. Францию оккупировали немцы. Растащили запасы продуктов всяких. Феликс Кир был священнослужителем, к слову. И он сказал, что он, типа, будет бороться с немцами. Организовывал сопротивление. Из плена выдворял там своих односельчан. Все это дело скрылось. Всех поубивали. Хотели его тоже убить, но, в результате, всего лишь в тюрьму посадили, потому что, типа, он священник. Ну, типа, не вешает за священника, не расстреливает. Короче, он выжил. После войны стал мэром своего города Дижон. И, кстати, является одним из основоположников движения городов-побратимов. Для меня это загадочное движение. Та же фигня. Какие-то случайные города становятся... Случайные города случаются побратимами. Стал мэром города и на всяких торжественных приемах подавал коктейль из белого вина и ликера смородины. Потому что вином регион не очень славился. И, типа, оттенить вкус. А красную смородину, говоря, там немцы запасу взяли с собой. В общем, такой он коктейльчик придумал. И, короче, вот такая вот история. По классике девять к одному делается. Девять вина и одна часть ликера крем-де-кассис. Многие там добавляют больше ликера. Мы сделаем именно с вином. Именно Кира сегодня. Потому что Кирояль... Ну, все просто. Очень многие вот пробовали, как бы, и знают, что это такое. Типа, если Кирояль, то значит, типа, на игристом вине. Не, нифига, на сухом вине. Возьмем немного кассиса. Десять миллилитров примерно. Чуть поболее. И, соответственно, винишко. Все остальное. Типа девяносто там миллилитров или около того. И, собственно, все. Ну, там можно чуть-чуть перемешать на токтейльчик. Но, в принципе, он готов, самодостаточный, как бы, вот, все. С Новым годом, ребят. Отведайте. Новый год намчится. Все, как я люблю. Опять? Нет. Второй раз говоришь? Нет. Та-да-та-та-там. В общем, я так не люблю. Пахнет смородинка. Чуть крепленое винишко, получается. Да, крепленое винишко. Это правильно. Ну, видишь, надо было скрасить вкус вина, якобы плохого. Там, типа, не очень славилось. Ну, если честно, Кирояль мне больше нравится. С и на игристом. На игристом больше, да. Ну, потому что все к нему привыкли. И мне, кстати, тоже. Я тут поддерживаю. На игристом как-то он поболее выигрышно смотрится. Я бы ледика добавил. Оно и разбавило бы чуть-чуть, ну, и холодное было бы совсем. Но так неплохо. С Новым годом. Счастья здоровья. С Новым годом. Вот такой вот простой коктейль к вашему, может быть, новогоднему столу. Не, ну, а что? Добавить шампанское, как бы, разнообразить стол вполне можно. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютьюбе, в Инстаграме, в Твиттер, да, еще? Нет, Телеграм. Телеграм? А Твиттера нету? Твиттер тоже есть. На Телеграм лучше. Нашу группу Настоящие Бармены обязательно надо подписаться, сходить в квест, посетить у Евграфа Сингулярность и на сайт околобара.ру зайти, все это сделать, поставить нам лайк, закрыть браузер, выключить компьютер и пойти спать. Да. Все. Пока, ребята. Спокойной ночи. Спокойной ночи. С наступающим Новым Годом, ребята. Евграфушка. Наталья. Ваше здоровье. Дай хоть сфоткать-то. Изверг. Фоткай. А пока мы фоткаем, не забудь подписаться на наш лайв-канал, потому что именно там 30 декабря в 19.00 пройдет новогодний алко-стрим. Вас ждут розыгрыши призов, звонки в прямой эфир, острые соусы, кухонная техника и прочее говно. 30 декабря в 19.00 на лайв-канале. Ссылка перед вами. Субтитры подогнал «Симон»